Корпус университета имени Ушинского находится в здании, которое построили в начале прошлого века. Ранее там располагалось артиллерийское училище. В здании мало что изменилось до наших дней. Родители и студенты обеспокоены ветхой проводкой и отсутствием пожарной сигнализации. То, что сигнализации нет, это однозначно. А то, что все провода висят и даже есть такие, где собираются коробки всех электроэтих проводов, то они даже в таком состоянии, мягко говоря, печальным. Некоторые проводки, даже видно, что они подгоренные. Вот у меня есть фотографии, ребята снимали. Вот смотрите, в таком состоянии находится проводка. Явно видно признаки, что она была когда-то подгоренная. Огнетушителей точно так же у нас не было. Только после трагедии огнетушители только завезли. И показали им только после трагедии, где находится запасной выход. Студенты рассказывают, после того, как кадры с подгоревшей проводкой появились в сети, руководство университета ее просто закрасило, чтобы копоть не так бросалась в глаза. Насчет проводки мы спрашивали преподавателя тоже, когда ее меняли. Он сказал, в 1900 каком-то там году. То есть это было еще как раз в послевоенное время. Когда наша староста подошла и спросила у деканата, и другие староцы тоже поднимали этот вопрос, он говорил, ну лучше, чем где-то там. Но на самом деле, вот родители нас с детства учат. Ну я же учусь лучше, чем кто-то. А почему ты смотришь на тех, у кого плохо? Точно так же и наш декан. Почему он смотрит на тех, у кого плохо, а не тех, у кого хорошо? С аварийными выходами и планами эвакуации все тоже печально, говорят студенты. После трагедии на Тройск они обращались с просьбой спилить решетки на первых этажах или хотя бы установить внутренние замки, которые в случае пожара можно будет сразу открыть. У нас есть выход, который находится возле туалета. Он закрыт на защелку и закрыт на ключ. Единственный ключ находится у охранника. Больше ключей запасных нет. Второй выход был открыт только потому, что там выходят люди курить. Но они как бы тоже закрыты. Когда я задала вопрос по поводу огнетушителей, сказали, что может быть есть какой-то один на все здание. Также мы находимся на первом этаже, у нас решетки на окнах. И мы попросили, чтобы сделали такие решетки, которые можно было бы тоже закрывать на ключ, либо же их бы просто сняли. На это нам сказали, что боятся того, что могут ограбить. И, насколько я поняла, решетки сниматься не планируют. Руководство университета утверждает, что студенты находятся в полной безопасности. Аварийные выходы всегда открыты, огнетушители есть. Да и со студентами регулярно проводят профилактические беседы. Но нашу просьбу впустить нас вовнутрь и показать все, как есть наглядно, мы услышали отказ. Тем временем нас приглашают через неделю, когда в университете будут проводиться учения. Почему мы сейчас не можем зайти? Ну, чтобы сразу убедить, есть ли у нас план эвакуации. Да, план эвакуации есть. Давайте начинать. Вся работа начинается с административного корпуса. Как я понимаю, вы приходите, говорите цель своего прибытия. Мы на месте смотрим бумаги, получаем разрешение на осмотр интересующих вас объектов. И начинаем обход. Они делаются это спонтанно с улицы, с наскока. Все открыты. Все выходы открыты и свободный проход. Студенты говорят, что они были закрыты и до трагедии. Они всегда были открыты. Есть у нас все выходы, которые позорные, открыты. А почему студенты говорят, что закрыты? Я не знаю, почему они говорят. Значит, информация такая у студентов неверная. Ага. То есть студенты... Я вам скажу, почему они говорят. Давайте я вам скажу, почему говорят. Потому что это наше упущение в том, что мы проводим тренировки по эвакуации один раз в полгода. Очевидно, надо чаще. Вот сейчас те, кто поступил, вероятно, они еще не проходили эту тренировку. Мы самоуверенным сотрудникам университета, конечно же, поверили. Но на всякий случай решили убедиться в сказанном лично. Мы попросили студентов самим проверить аварийные выходы, которые якобы всегда открыты. Вот у нас пожарный выход. Вот тут вот запасной. То есть вот это не открывается. А тут у нас замок, который тоже не открывается. Вот. Сейчас пойдем к следующему. Вот второй наш пожарный выход. Вот запасной. Но мы когда открываем, что мы там видим? Видите? И напоследок студенты показали, как отапливается университет. Температура внутри примерно 16 градусов. На парах комфортно лишь в куртках и шапках. Родителям студентов даже приходится покупать одеяло. Когда будут морозы, дети тоже будут сидеть в одеялах. В принципе, они сидят и сейчас в одеялах, просто закутанные ноги у них. Мы одеяло закупили им, скидывали с деньгами. И как бы одно одеяло на два человека, вот так вот они попарно сидят за стульем. Через неделю нас пригласили на проверку противопожарной безопасности и учебную тревогу. Видимо, к тому времени планируют устранить все проблемы. Впрочем, скрыть их, как показывает опыт, тоже весьма несложно. Светлана Довжук, Константин Нечеред, телеканал Репортер.